Смотрите сегодня в гражданской обороне. Поправки боком. Количество дел, которые будут за слова, что вы обсуждаете при седении Крыма, оно резко увеличится. Как, прикрываясь защитой истории, в России борются с инакомыслием. Это просто предатели Родины. Такие интернет-власовцы. Попытки хохотать над скрепами. Этнические украинцы в Кремле. Часть вторая. Они правоприемники гитлеровских коллаборационистов и фактически свою историографию ведут от продолжения Третьего рейха. С каких пор Тарас Шевченко стал русским писателем? Завтра 200 лет нашему великому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Не до праздников и не до веселья. Мы все голосовали двумя руками, что пришла матушка Россия, которая нас защитит. А теперь получается, что она наоборот, это мачеха. Танки в Горловке. И российская техника у границы. Факты, свидетельства, доказательства. Все это смотрите сегодня в «Гражданской обороне». Чуть более полугода назад Россия голосовала за поправки в Конституцию. Уровень одобрения даже выше, чем когда принималась сама Конституция 27 лет назад. Тогда мы уже рассказывали о подводных камнях этого голосования. Подбог в том, что поправок 206. А на общероссийское голосование был вынесен всего лишь один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? То есть россиян заставили голосовать пакетом за или против всех поправок разом. Чтобы протащить всего несколько очень важных для Кремля поправок в главный закон страны, власти домешали к ним множество других, за которые вроде как и не зазорно проголосовать. О защите культуры, религии, языка. В ролике на ТВЦ Дворник вовсе голосовал не за поправки, а за зарплату. Если действительно хочешь, чтобы минимальная заработная плата никогда не была меньше прошиточного минимума, внеси это в Конституцию своей рукой. Использовали не только популизм, даже котики пошли в дело. Ты куда это собрался? В Россию. Там правоживотных в Конституции прописать хотят. И ты приходи, котик. Кто же будет против? И все вот это, это способ, конечно, продать эти поправки условному массовому избирателю. Россиян предупреждали, что закручивание гаек после принятия поправок вопрос времени. Ведь вместе с хорошими инициативами в пакете провели, например, поправку о невозможности отчуждения территорий РФ. Поправки в Конституции гарантируют защиту суверенитета России. Хитро, ведь речь идет о тех территориях, которые Россия сама абсолютно незаконно отжала у других. А вы из России, да? Таким образом, они хотят окончательно узаконить кражу Крыма и одновременно пресечь любые попытки, например, Японии претендовать на Курилы. Территория неотделима, неотделима. Все, что связано там с отделением Крыма и Курил, не допускается. Все. Хотя, по-честному, если России можно, почему нельзя Японии? Но это уже вопрос другой дискуссии. А пока подумайте, чем в российских реалиях обернется такая статья в Конституции. Количество дел, которые будут за слова, что вы там обсуждаете при седении Крыма, например, оно резко увеличится. То есть они подготовили для себя безразмерное поле для закручивания гаек. И первые шаги не заставили себя ждать. Хоть и в довольно неожиданном поле. Напомним, среди прочих, в пакете числилась поправка о защите исторической памяти. В том числе, чтобы защитить наш с вами историческую правду. Ну, что касается уже о большом, говорим, нашей Конституции, то теперь мы вписываем поправку о сохранении исторической памяти. Россия давно уже пытается присвоить победу во Второй мировой войне лично Советскому Союзу, отрицая вклад других стран. А также, что главное, не желает признавать преступления высшего руководства СССР. Гитлер, Сталин, два тоталитарных режима. А ведь, мягко говоря, спорные страницы в истории Союза тоже есть. Например, расстрел польских офицеров в Катыни или послевоенная принудительная советизация Восточной Европы. Да и пакт Молотова-Либбентропа, в котором СССР и Германия фактически поделили Европу, никто не отменял. Но в Кремле не хотят, чтобы эти вопросы широко обсуждались. Вот это вот кощунство, это такая упорная атака на нашу историю, это ведь не случайность. Это не тактика, а стратегия. Причем стратегия Запада в отношении нашей страны. Это за границей могут дискутировать об этических сторонах тех или иных действий. В России же своя правда. И теперь она будет охраняться законом. Если уголовная ответственность подразумевается тем, кто приравнивает Советский Союз и Гитлеровскую Германию и отрицает победу нашу в Великой Отечественной войне как основную победу в России. Миллионы граждан России проголосовали за поправки в Конституцию, утвердив как безусловную нравственную ценность защиту подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. И такая защита будет обеспечена. Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества. С такими словами Ирина Яровая, печально известная своими инициативами по цензуре, подала на рассмотрение законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Буквально в конце февраля Госдума приняла в первом чтении эти поправки. За публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны можно будет наказывать не только граждан, но и юридических лиц, которым грозит штраф до трех миллионов рублей. Как всегда, законы, подразумевающие цензуру, еще и вышедшие из-под пера госпожи Яровой имеют крайне расплывчатые формулировки. Таким образом, при желании под приговор о реабилитации нацизма можно будет подвести любое его упоминание или критику Сталина. Сталин – наивысшая точка развития российской цивилизации. И, конечно же, оправдываясь защитой исторической памяти, в РФ смогут заниматься любимым делом – штрафовать и сажать неугодных. Главное – красиво завернуть обвинения. Первые пробы уже звучат. Например, от бывшего телеведущего Петра Толстого, который на трибуне Госдумы РФ сравнил февральских протестующих с нацистскими коллаборационистами за акцию с фонариками. Призывы все эти светить фонариками в темноте – это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Это же бред. Но ведь бред. Бред. Послушайте, что вы несете? Что вы такое сочиняете? Не могу понять. Ну бред же. В тот момент, когда хочется спросить. Ты сам понял, что сказал? В любой непонятной ситуации приплетай скрепы и Вторую мировую. Это сейчас они просто говорят. А скоро людей буквально начнут винтить. Они и без поправок уже это делали. Так, в 2016 году в Пензе студенты провели флешмоб 55-летию полета Юрия Гагарина в космос. Правда, смотришь с высоты. Обычная цифра. Но стоит камере уйти чуть в сторону, как начинают терзать смутные сомнения. Уже в 2019 на волне антинацистской истерии юрист из Кузбасса решил пошутить и выложил фото флешмоба под необычным ракурсом и озвучил те самые смутные сомнения. Молодой человек и сам пытался намекнуть, что живая фигура что-то ему до боли напоминает. Фантазия пользователей дорисовала нужные выводы и в итоге на мужчину завели уголовное дело. Согласно составленному в местной полиции протоколу на лицо нарушения админкодекса. Статья о пропаганде или демонстрации нацистской символии. Но, как вы понимаете, современная Россия не может существовать без двойных стандартов. Например, вот как при всех разговорах о наказании за упоминание нацистов выглядел фасад медиагентства «Россия сегодня», генеральным директором которого является Дмитрий Киселев. Ролик с Гитлером и другими известными представителями нацизма крутили для всего честного народа несколько недель. Но в этом действии ни блюстители исторической памяти, ни пропагандисты ничего противозаконного не увидели. «Это ж фотографии с Нюрнбергского процесса, это нормально. Мы заблюрили свастику, изображение Гитлера не является само по себе пропагандой нацизма», прокомментировал Дмитрий Киселев. «Заретушировано, говорите?» «Ой, а это что?» Тем временем против жителей сразу нескольких регионов РФ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. «В мае Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении группы лиц из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Молодые люди аналогичным образом решили дополнить ленту онлайн-акции с портретами героев Великой Отечественной». Они разместили на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии лидеров нацистов. Но самое интересное здесь другое. В итоге эти самые фото были таки отобраны для трансляции. На самом деле целью Демарша было показать, что организаторы «Бессмертного полка», так называемые «блюстители истории» и «почитатели подвига предков», сами в этой истории не разбираются и даже не знают лиц главных антагонистов, с которыми боролись их деды. А значит, вся эта акция ложь и простой политический пиар. Или вот еще одна яркая история приключилась с Владимиром Соловьевым. «Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого Гульфик Феррура не косил от армии». «Два железных креста». «Да». «Воевал и воевал доблестно». Ничего необычного, просто Соловьев восхваляет Гитлера в прямом эфире на федеральном канале. «Воевал и воевал доблестно». За эти слова Соловьеву прилетели санкции от Европы. Латвия сегодня неожиданно занесла в черные списки нашего коллегу Владимира Соловьева. Глава МИДа страны обвинил журналиста цитата «в гларификации нацизма». Он тут же вспомнил и о своих корнях. «Наши иудейские предки приехали на территорию современной России во втором веке. Славяне появились как народ в шестом веке». И почему-то об Украине. «Меня, еврея и антифашисты, которые каждый день в эфире борются с попыткой реабилитировать нацизм. Как на Украине, так и в странах Балтики». А Мидоров снова поднял хай о западных фейках и нападках на честного человека. «Все начнем с того, что глава внешнеполитического ведомства Эдгар Инкевич распространил фейк». Хотя, послушайте еще раз. «Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. Воевал и воевал доблестно». «Гитлер был чудовищем. Называть его смелым, храбрым, добрым и так далее вообще невозможно язык не поворачивать. Соловьев это позор нашей журналистики. Потому что он позор моей нации, но он позор всего народа». Сам Соловьев и за менее яркие высказывания других людей в ряды фашистов записывал. Да и согласно новым поправкам, как минимум, на штраф заработал. Или вот еще одна оговорочка по Гитлеру от Зюганова. «И Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд. И русских, и евреев, и цыган, и поляков, и все остальное сволочь». «Все остальное сволочь». И снова никаких санкций от блюстителей истории. Но это провластным политикам и пропагандистам позволены шутки, оговорки и прочее. А для простых россиян эти оправдания не работают. Посмотрите только, сколько за последние полгода возбуждено уголовных дел против рядовых граждан. И все эти дела за то, что они высмеивали фейковый пиар властей на победе. «Это просто предатели Родины. Такие интернет-власовцы. Попытки хохотать над скрепами». То ли еще будет. Тем более, что на волне успеха в первом чтении Яровая предложила дополнить законопроект введением наказания за оскорбление ветеранов. Ирина Яровая за оскорбление ветеранов будет грозить до пяти лет лишения свободы. Интересно посмотреть, оценят ли как оскорбление ветеранов то, что они замерзают в бараках, не получают должной медицинской помощи и получают мизерную пенсию. В Москве умер ветеран, которому не дали квартиру из-за лишних сантиметров его однушки. Ветераны лишили половины пенсии за несуществующие долги. В Волгограде из больницы выписали ветерана без сознания. Через некоторое время он умер. Задумайтесь, все эти случаи произошли в России все за те же полгода, что приняты поправки о сохранении исторической памяти. Нам остается только наблюдать за этим фестивалем цинизма и двойных стандартов и надеяться, что русский мир в худших своих проявлениях не будет расползаться за пределы России. Не так давно мы рассказывали об этнических украинцах в Кремле, людях, руками которых Россия пытается всячески уничтожить соборность и государственность Украины. Совет Федерации единодушно одобрил два закона, которые ставят юридическую точку в процессе воссоединения Крыма с Россией. Это люди, которые родились и прожили немалое количество лет в Украине. Люди, которые без зазрения совести, а даже напротив, с удовольствием предали свою родину. Дмитрий Казак теперь займется Украиной. И сегодня мы продолжим рассказывать о предателях, поскольку их имена навечно должны быть закреплены на стене позора украинского народа. Я действительно родился на Украине и с формальной точки зрения являюсь стопроцентным этническим украинцам. Знакомьтесь, Владимир Мединский, уроженец города Смело, Черкасской области. Более 10 лет прожил в Украине, после чего семья Мединских осела в Москве. В связи с тем, что отец был военным офицером, Володя с ранних лет увлекся военной историей, с чем и связал свое будущее. Я как историк, я просто вижу, я вам говорю как историк, я вам даже не как политик говорю. Историк из Мединского, вопреки его самомнению, оказался так себе. Практически вся его документальная проза построена на искажении реальной истории России. Он заменяет негативные сведения о России розовыми мифами. Вот опять же, подтасовка, что Советский Союз участвовал в оккупации Польши на стороне Германии. Нет. Мы берем под защиту, мы вводим миротворческие войска. Рассекреченные документы советских спецслужб и кино, фотоматериалы свидетельствуют, что вермахт и рабочая крестьянская Красная Армия действовали на территории Польши в тесном сотрудничестве. Сейчас уже известно, что они помогали друг другу добивать польские силы под перемышлем. Мы вводим миротворческие войска. Или вот еще один пример дилетантства барина Мединского на открытии памятника Зои Космодемьянской. Она святая. Такая же святая, как 28 героев Памфиловцев. Недоисторик почему-то уверен, что 28 памфиловцев реально существовали. Даже после того, как официально было объявлено, что история с памфиловцами полностью выдумана журналистам Красной Звезды. То, что знаменитый подвиг памфиловцев целиком и полностью вымысел советских журналистов подтвердили в Госархиве России. На всю эту историческую глупость Мединского можно было бы смотреть сквозь пальцы. Как говорится, дурень думкой богатия. Но этнический украинец в своей непросветной фантазии затрагивает Украину, цинично коверкая ее историю. После великого переселения Руси на Северо-Восток в 11-12 веках столице и правящей династии из Малой Руси ушло многое. Русский язык превратился там в мову, а народные сказки стали повествовать не о подвигах Ильи Муромца и не о стольном Киевграде, а о аксензах и хитрых крестьянах из книги «Мифы про Россию». Даже не хочется отвечать на подобную чушь о переселении Киевской Руси на Север и тому подобное. Многие историки, включая российских, признали эту теорию ошибочной. Еще дальше, в преднамеренном оскорблении украинского народа Мединский пошел в преддверии открытия мемориала лагеря смерти Собибор. Единственный лагерь смерти, единственный в истории, где был совершен успешное восстание и успешный массовый побег. Почти все заключенные избежали, перебив нацистско-украинскую охрану. Зачем так завираться? Какая нацистско-украинская охрана? Охрана лагеря состояла из пленных красноармейцев, а это и русские, белорусы и украинцы. Восстание было организовано группой советских красноармейцев военнопленных во лове с лейтенантом Александром Печерским. Вот только советский красноармеец Александр Печерский был из семьи одесских евреев, которые позже поселились в Кременчуге Полтавской области. Президент посмертно присвоил орден мужества командиру восстания лейтенанту Печерскому, который, кстати, прожил долгую и достаточно счастливую жизнь. Снова ложь. Печерского после побега отправили в штрафбат как подозреваемого в предательстве. Был ранен. После войны был зачислен к безродным космополитам и долгие годы не мог устроиться на работу. В советское время подвиг узников Собибора замалчивался. Печерский не был награжден. А если восстание упоминалось, то тщательно скрывалась национальность его участников. Вся эта переписанная история России в угоду Кремля сделала барина Мединского министром культуры РФ. Данное назначение только усилило маразм недоисторика, что отразилось в его книгах. Вот прямая цитата из книги, в которой описываются события 17 века. «Везде супостатов преследовать будем. На дороге, так на дороге. А ежели в сральне поймаем, так и в сральне загубим». Ничего не напоминает. «Мы будем преследовать арестов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим». Все восемь лет, будучи министром культуры, Мединский был постоянным участником рубрики «Непрофессионал и дилетант». Он обозвал маргиналами фанов «Гражданской обороны». «Довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы «Гражданской обороны». Это он назвал Тараса Шевченко русским писателем. «Завтра 200 лет нашему великому поэту и художнику Тарасу Шевченко». Это ему принадлежит фраза «Комиксы для тех, кто не умеет читать и для дебилов». Это его хотели лишить докторской степени ввиду того, что его диссертация была скомпрометирована и доказано, что это чистой воды плагиат. И это он говорил о величестве русской нации. «Тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома». Это он восхвалял провальную по всем статьям работу семейства Симонянки Осаян «Крымский мост». «Крымский мост» фильм на самом деле действительно социально значим. Мединский поддержал и аннексию Крыма, и военные преступления России на Донбассе, а революцию достоинства сравнил с гитлеровским нацизмом. «История повторяется, и, в общем-то, историческая миссия сейчас России не допустить повторения того кошмара, в котором оказался мир, благодаря бездействию демократии в 30-е годы». Еще более радикально относительно выбора Украины в пользу европейской демократии отозвался другой этнический украинец, советник президента РФ Сергей Глазьев. «Я думаю, что после подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, европейская публика будет слишком удивлена, когда этот нацистский Франкенштейн постучит в дверь стран Европы». Сергей Глазьев родился в украиноязычной семье в Запорожье. Там же закончил единственную на тот момент украинскую школу, что для родителей будущего украинофоба было принципиальным. Но что-то пошло не так, ведь называть Украину Франкенштейном не поворачивается язык даже у самых заядлых русофилов. «Нацистский Франкенштейн постучит в дверь стран Европы». Пожалуй, большего ненавистника Украины сложно найти. Глазьев в каждом своем интервью, даже когда тема не касается Украины, не применет с отвращением вспомнить свою малую родину. «Должен сказать, что на Украине на самом деле конечно же нет никакой легитимной власти по сей день. Это некая территория, в которой нет ни государства, ни конституции, ни права. Это территория торжества беззакония». На самом деле Глазьев ведет себя как ребенок, у которого отобрали конфету. Такой себе обиженный гном. Дело в том, что именно Глазьев отвечал за вступление Украины в таможенный союз. «Всерьез рассчитывали, что Украина вернется в евразийский интеграционный процесс и продолжаем в это верить. Поэтому мы с энтузиазмом поддержали предложение Ектора Федоровича Януковича потребствовать меморандум о предоставлении Украины статуса наблюдателя». А через 4 месяца Украина окончательно отказалась от таможенного союза в пользу Европейской ассоциации. Такого поворота Глазьев не простил. Путин в отместку поручил ему курировать захват власти в Крыму. «Первое, мне кажется, что вопрос по референдуму сформулирован неудачно, потому что многие просто на слова в составе Украины не проголосуют». «В составе Украины и не собираются голосовать, мы же не ожидаем, что за Украину проголосуют. Просто там же коллеги работают, высадили же групп 5 ваших соотечественников с разных организаций, которые привезли в том числе и готовые материалы, согласованные с Госдумой с точки зрения возможности принятия Госдумы соответствующих нормативов». Обиженный на Украину Глазьев с особым усердием старался уничтожать суверенитет и целостность стремящегося к свободе государства. Вот только не рассчитал силенку старый маразматик. Недооценил он украинский народ. Не все в Украине манкурты и предатели, как Сергей Глазьев. Отстояли и Харьков и Одессу и когда-то родное для него Запорожье. Эта неудача окончательно добила рассудок Глазьева. «Вследствие этого переворота возник неонацистский и неофашистский режим. И фактически свою историографию ведут от продолжения Третьего рейха». Глазьев неустанно катался между Крымом и Донбассом, рассказывая о мнимых преимуществах серых территорий. Но вскоре был уволен с поста советника президента РФ. «Он на этой должности периодически делал заявления, которые ставили в удобное положение Кремль». Есть еще парочка этнических украинцев в окружении Путина. «Да и фамилии у них какие-то странноватые. Ковальчук, Тимченко, типичные москали». Геннадий Тимченко, хоть и родился в армянском Гюмри, долгое время жил в Болграде Одесской области. Да и фамилия говорит сама за себя. «Недавно была публикация про ваши украинские корни, Геннадий Николаевич. Так случилось, что родители отца погибли очень рано. Какое-то время он даже воспитывался в детском доме. Историю рода проследить трудно, но знаю, что мои дед и бабка с Харьковщины, а это Новороссия». Ковальчук вообще одна из самых популярных украинских фамилий. Юрий происходит из известной украинской питерской семьи. Он, пожалуй, самая непубличная личность в окружении Путина. Многие называют его вторым человеком в России и мозгом известного кооператива «Озеро», а также личным банкиром главы Кремля. «Фактор Путина безусловие. Люди интуитивно чувствуют, по какую сторону баррикада находится бизнес». И Ковальчук, и Тимченко полностью поддерживают политику Кремля в отношении оккупированных территорий. Это неудивительно, ведь они имеют свои интересы. Тимченко занимается господрядами. «Театр в виде чайки австрийского архитектора утвердили без общественных слушаний и обсуждений. Уже ведутся строительные работы. Подрядчика сменили, и им стал еще один друг Путина Геннадий Тимченко». Ковальчук же скупает винзаводы Крыма. «В Крыму крупнейший винзавод Массандра продан аукционе за 5 миллиардов 300 миллионов рублей». «В открытом аукционе победил Петербургский Банк России». «Новый свет». В конце 2017 года его приобрела дочка Банка России «Южный проект». «Инкерман». Им управляет АО «Мое вино», петербургская фирма, которая занимается винодельческими активами, связанными с Ковальчуком. Вот так этнические украинцы разрывают свою малую родину. Кто-то занимается оккупацией и зачисткой, а кто-то продажей, разорением и истощением. При этом некоторые из них еще несут такую несуразную чушь, что хочется спросить, что же тебе Украина сделала? Откуда ты этого набрался? «У меня был двоюродный дед, украинец. Он первые годы после Великой Отечественной войны преподавал на Западной Украине в сельской школе русский язык и литературу. Когда-то пришли бандеровцы, они вытащили его на площадь, прилюдно разрезали его на части руки, ноги, голова в разные части и сказали, чтобы это тело не предавать земле, унесли его в лес и потом несколько дней обезумевшая вдова ходила и искала части тела в дуплах деревьев». Чтобы сидеть у кремлевского корыта, они готовы на все, даже придумывать заведомо бредовые истории. Они хуже Соловьевых с Киселевыми, потому что те ведут пропагандистскую войну против чужого для них народа. У Манкурта же нет ни истории, ни корней, ни родства, лишь рабское повиновение своему хозяину. Уже традиционно накануне очередной годовщины российской оккупации Крыма пропагандисты и псевдочиновники полуострова словно соревнуясь между собой выдают самые пафосные сюжеты и речи о так называемой «Крымской весне». Благодаря решениям, которые президент принял, воле крымчан, и спасибо всем россиянам за поддержку, на самом деле вернулись на историческую родину. Весна 2014 года стало для них долгожданным событием. Голосовать воссоединение с Россией шли даже те, кто уже много лет не выходил из дома. Каждый год в этот день важно вспомнить ключевые точки событий, которые мы с вами вместе наблюдали, в которых участвовали. То, что случилось в 2014 году, конечно, было на стороне случившемуся неожиданному чуду. Животрепещущие воспоминания, всевозможные акции, посвященные аннексии. Мы гордимся тем, что мы русские. Мы русские, с нами Бог. Вот насколько велика Россия, настолько великая радость. Это как день победы. Вот крымчане возлагают цветы пропагандистским памятникам народному ополчению и вежливым людям. Мы узнаем благодарности военным, которые сделали все для того, чтобы исполнилась советная мечта многих поколений крымчан о возвращении домой. Вот к седьмой годовщине русской весны в Севастополь прибывает поезд победы. Экспозиция размещена в восьми вагонах, каждый из которых оформлен и посвящен отдельной теме от довоенного плацкарта до победного трофейного. А вот юные выпускники батарейной школы при музейном комплексе в Севастополе слушают якобы правду о событиях 2014 года. Свой фильм о событиях русской весны представил Сергей Кожанов. Для тех молодых ребят, которые сегодня это смотрели, это очень важно. Все псевдопатриотические мероприятия на полуострове естественно не мог пропустить ночной волк Залдостанов. В Феодосии он поучаствовал в высадке аллеи Ясени, приуроченной к юбилею города и так называемому воссоединению Крыма с РФ. Мы еще с вами посидим в тени этого дерева. Однозначно. Однозначно. А это брутальный друг Путина вместе с недоправителем псевдо-ДНР Денисом Пушилиным возглавляет праздничную мото-колонну. Здесь русские люди, здесь они намышленники, здесь друзья. Крым уже дома. И несмотря на пандемию, 18 марта в Крыму естественно не обошлось без праздничных концертов и фейерверков. Грандиозный концерт и телемост с Москвой. Вместе с крымчанами годовщину воссоединения празднуют звезды российской эстрады. Вы только вдумайтесь. Ради годовщины псевдо-референдума они даже официально на один день отменили карантин и в России и в аннексированном Крыму. Люди поют любимые песни и радуются точно так же, как 7 лет назад. В этом году на полуострове со стороны недочиновников как никогда звучало много от посвященных прелестям оккупации. За 7 лет в составе Российской Федерации в Крыму многое изменилось, отметил Сергей Аксенов. Уровень развития инфраструктуры позволяет обеспечить жителей полуострова водой, электроэнергии, газом и предоставить им качественный уровень жизни. Да ладно, Сергей Валерьевич, вас как-то сложно понять. Еще пару месяцев назад вы говорили, что в ситуации с водой на полуострове нужно готовиться к худшему сценарию. Мнение синоптиков неоднозначное. Поэтому у нас расчет, что нынешняя ситуация с дефицитом воды не изменится или даже наоборот изменится в худшую сторону, заявил Аксенов. Крыму то и дело строят новые водоводы и бурят новые скважины, уничтожающие экологию полуострова. Круглые сутки прокладывают сотни километров трубопроводов. Путь для крымской воды в крымские дома. Вы еще скажите, что вода в дома крымчан поступает круглосуточно. Теперь вода по графику. Три часа утром, три часа вечером. Только задай, сколько было реализовано за семь лет, за 25 лет при Украине сделано не было. Их хлебом не корми, дай лишний раз про псевдореферендум вспомнить. И про мегадостижения, которые якобы случились с Крымом под покровительством Великой и Духовной РФ поговорить. Какие самые яркие достижения можете выделить на ваше усмотрение? Это, конечно же, интеграция республики Крым и города Севастополя в правовое поле Российской Федерации. И второе достижение это помощь федерального центра. На этом по факту и закончились все достижения Крыма, заявленные в названии сюжета. В основном так называемый сенатор от республики Крым говорила о правильно принятых решениях в 2014 году, о сплоченности крымчан и о крымофилах. Мы, крымчане, опирались на крымофилов, на людей, которые любили Крым, действующих депутатов Государственной Думы, действующих сенаторов, и нам это удалось. А ведь в 2014 году, за пару дней до того, как в Крыму появились так называемые вежливые люди из РФ, Ольга Коветиди, будучи на тот момент депутатам Верховной Рады, высказывалось совсем иначе. Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство, за единство автономии в составе Украины. Но, как и многие другие предатели Украины, она уже на следующий день молниеносно поменяла свое мнение и теперь недосенатор от Крыма обвиняет Украину в нынешних проблемах полуострова. Ветхое украинское наследие так или иначе сказывается на развитии территории. Ярким примером тому являются проблемы с водообеспечением, водоотведением. И ездит восхищаться Новороссией в псевдо-ДНР. Я восхищаюсь народом Донбасса, я восхищаюсь его подвигом. Поднимем Донбасс вместе. А еще Ольга Коветиди доносит любимые методички Кремля о том, что Россия великая держава, которой есть чем ответить всему вражескому миру. Сегодня мы твердо понимаем, что мы ядерная держава, которая так или иначе будет отстаивать свои интересы, нравится это кому-то или нет. Слышали, как вещает? Кажется, Кремль обязательно должен оценить такие старания коллаборантки. Мы крымчане, неотъемлемая часть Российской Федерации. Нравится это кому-то или нет. Вот с кого надо брать пример другим подчиненным недоглавы Крыма. А то, как выдадут что-то в прямом эфире. Слышать. Поставили, как обезьяне. Да-да, вам не послышалось. В ходе заседания псевдо-правительства Крыма так называемый министр культуры на минуточку. Нецензурно выругалась в прямом эфире. Слышать. Что, вообще, что ли, коллеги, ну, это что такое? Когда до Арины Вадимовны дошло, что именно случилось, тонко лаборантки вмиг сменился на жалобный и в ход пошли тысячи извинений. Извините, пожалуйста, извините, ради Бога. Коллеги, простите, пожалуйста. Чуть ранее подобное выливалось из уст недоначальника трудовой инспекции в Крыму Игоря Зворского. Ну, что, какой-то закон. Что-то он там на чем мне, б***ь, рассказывает. Игорь Валентинович, отключите микрофон. А совсем недавно отличился и так называемый вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, устроив дебош в самолете. Он отказался надевать защитную маску, а все замечания экипажа проигнорировал, да еще нецензурно выразился в адрес сотрудников. После этого нарушитель был передан полиции. Псевдоглаве Аксенова можно даже посочувствовать. Только и успевай скандальным подчиненным выговоры делать. А тут еще и скандал застройкой Форосского парка никак не утихнет. На разговор с главой республики пришли несколько десятков жителей Фороса. Требования у людей прежние. Свободный проход к морю, мораторий на строительство детского спортивного лагеря в парке, проверка законности стройки и прекращение вырубки деревьев. Недавно Аксенов побывал уже на второй встрече с возмущенными жителями ЮБК. Мы хотели, чтобы этот парк остался парком. Понимаете, а не детский парень. Он не остается парком. Напомним, что в уникальном парке Фороса на южном берегу Крыма оккупанты развернули масштабное строительство. И уже вырубили несколько десятков реликтовых деревьев, которые много лет росли на этой территории. Люди волнуются о тех реликтовых деревьях, которые вырубываются. Они нам говорят, мы засадим. Да нигде они не засадят. В те места, где были у нас реликтовые деревья, они будут под застройкой. Поэтому у народа болит душа. Что у нас будет с парком? Все попытки так называемой власти успокоить граждан не увенчались успехом. Люди по-прежнему продолжают выходить на акции протеста даже в день годовщины аннексии полуострова. Россия, любимая наша страна. Но пока одни на акциях в защиту парка поют гимн России, другие, не выдерживая вранья так называемых представителей власти на полуострове, уже в открытую высказывают мнение о пришедшей в Крым великой духовной РФ. Зачем нам это Россия? Так, давайте не будем об этом. А я буду. Количество людей, возмущенных действиями РФ на полуострове, с каждым днем стремительно растет. Объясните нам, на каком основании наш рынок признан самовольной постройкой? В преддверии седьмой годовщины аннексии негодуют и симферопольцы. Недавно они узнали, что 20-летний рынок, на котором люди работают уже много лет, собираются снести. На каком основании нас признали самостроем? Не хотят снести. Рынок. Мы микрорынок. Мы микрорынком были в 2012 году. Стоит послушать и возмущение людей, купивших квартиры в многоэтажном доме в южнобережном поселке Парковое, который был построен еще 20 лет тому назад и который сейчас оккупанты принялись нещадно сносить. Все свои заработанные деньги кровные вложили в эту недвижимость, чтобы мы могли приехать и отдохнуть тогда, когда нам будет удобно. Нас этого лишают. В конце 2019 года подконтрольная Кремлю администрация Ялты подала в суд иск об освобождении земельного участка по адресу, на котором находится 15-этажный жилой дом. Только послушайте, мэрия требовала от владельцев квартир за свой счет вместе с застройщиками снести якобы самовольную постройку. Мы этим возмущены, естественно. Целый год мы писали во все инстанции. были отписки о том, что суд решит. И вот свершилось. В феврале этого года суд вынес постановление о сносе высотки. Буквально на следующий день начались работы по демонтажу здания. Многие квартиры были взломаны, а вещи людей попросту украдены. Говорят о том, что права жителей Крыма не нарушаются. А как назвать нарушение прав собственности человека? Кто должен заниматься регистрацией, если все органы зарегистрировали по закону нашу собственность? Скандальная высотка находится между двух шикарных особняков, принадлежащих российскому Газпрому. Оба объекта хорошо видно с верхних этажей того самого жилого дома. Люди уверены, что в этом и скрыта основная причина внезапного решения о сносе их квартир. Пришла Россия, мы все голосовали двумя руками, что пришла матушка Россия, которая нас защитит. А теперь получается, что она наоборот, это мачеха, которая забирает у нас последние, последние наши кровные сбережения. А еще получается, что как бы ставленники Кремля не старались петь оды оккупации Крыма, все больше и больше жителей полуострова попросту им уже не верят и начинают понимать, для чего именно Россия в 14-м году оккупировала украинский Крым. На кремлевскую пропаганду ежегодно уходят космические суммы, где на одни только РИА Новости и Раша Тудей выделяют сотни миллиардов бюджетных денег. Правительство запланировало потратить 211 миллиардов рублей для поднятия охвата РТ и цитируемости России сегодня. То есть промывка мозгов явно в приоритете, и это касается не только непосредственно России, но и никем не признанных островков русского мира. Владимир Владимирович, это великий политик, вот как историк со своей колокольни, я без преувеличения говорю о том, что это тот человек, которого нужно поставить в один ряд с Александром Македонским, Цезарем, Наполеоном. Какую кнопку не включи, везде одна и та же редька. Люди, сидящие в нищете в депрессивных городах, где регулярно закрываются последние заводы и шахты, приказ о подготовке филиала шахта имени Бажанова, ГУП ДНР, Макеев, Уголь, к реструктуризации и консервации. Заняты не экономикой и не своими проблемами, а выдумыванием ужастиков об Украине. Причем уровень этих страшилок оцените сами. Канадцы инспектируют в рамках миссии Юнифер питомник служебных собак учебного центра Нацгвардии. Как оказалось, инструкторы-кинологи этого центра ничем не уступают своим идейным вдохновителям из Третьего рейха в натаскивании немецких овчарок на людей. Кинологи-нацисты немецких овчарок дрессируют, понимаете? А вышиванка и шаровар оказывается, это одежда фашистов. Украинский фашизм и его вирусы в виде вышиванок и шаровар оказываются весьма заразны. Сюда же добавим и фееричные байки о диверсантах без зрачков, якобы непрерывно штурмующих молодые недореспублики. С лесополосы через поле к нам идет мальчик. В шортах, в домашних тапках. А когда в глаза ему смотришь, у него спрятанные зрачки. Зрачков нет вообще. И в итоге получим неутешительный вывод. При такой информационной политике не тронуться умом в Ордло задачка непростая. Тем более, что помимо развеселой фантастики на местных каналах есть и вот такие шокирующие вещи. После прививки индийской вакцины умерли двое врачей. Когда несколько лет назад ради разжигания ненависти пропагандисты выдумали ребенка, а потом сами в этом признались. Лично нам казалось, что сильнее пробить дно крайне сложно. Но вот наступает пандемия, а за ней вакцинация. Во всем мире проходят акции поддержки врачей. Везде. Только не в Ордло. Там, напротив, очень ждали, что как можно больше медиков начнет умирать после начала вакцинации. Получена из Индии плохая копия и так далеко не самые лучшие астрозерники может привести к поваленному муру. А когда ничего подобного не случилось, они не придумали ничего лучше, чем языком хоронить живых врачей. Кейс вакцинации на Украине провален. В Черновцах после прививки индийской вакцины умерли двое врачей. Видимо, расчет на то, что на трупах медиков российский спутник будет лучше продаваться. И смотрится такая рекламная кампания просто по-людоедски. Спутник Ви объективно лучшая вакцина в мире. Впрочем, здесь важно отметить, что люди все же не настолько тупые, как хотелось бы Кремлю. И несмотря на огромные финансовые вливания и откровенный трэш по телевизору, кремлевская пропаганда трещит по швам. И не надо распространять на весь мир до планеты Марс русский мир. Не надо. Чем дальше в лес, тем чаще сами звезды русской весны признают то, о чем Украина говорила изначально. Первой ласточкой здесь стали боевики, которые прямо заявили, что их командиров зачищают вагнеровцы по приказу Москвы. Кто убивал четырех самых ярких командиров в Новороссии? Ищенко, Бэтмен, Мозговой Дремов? В этом замешан ЧВК Вагнер. То есть исполнители это было как раз ЧВК Вагнер. Чуть позже на российских и местных каналах признали не только присутствие на Донбассе российской армии. Подует северный ветер и, значит, как-то произошло в августе 14 сентября и в январе 15-го года. Но и полный контроль боевиков со стороны Минобороны РФ. Министерство обороны России как-то курировало еще Министерство обороны России? Разрывались о невероятных успехах экономики благодаря интеграции с Россией. И чтобы ускорить эту самую интеграцию таскались как дурни-беступы с доктриной русского мира. Реализация доктрины должна помочь завершить то, что мы начали еще в 2014-м. Объединить все земли исторической Новороссии в рамках одного русского государства. Мол, все хорошо, кругом процветание. Люди спят и видят, как бы поскорее ближе к России стать. Но тут приходит беда, откуда не ждали. Депутат Госдумы Няша Поклонская, которую всегда очень любили в Ордло. Депутаты Государственной Думы встретились с донецкими парламентариями в рамках официального визита в республику. Хочу, чтобы крымская весна распространилась и пришла на Донбасс. Дает интервью, где прямо заявляет, никаких экономических успехов интеграция с Россией не принесла. Местные жители просто нищие. Я вижу, какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там нищие. А русским миром они уже наелись настолько, что хотят лишь одного мира. Люди не за российскую и не за украинскую власть. Люди за мир. И вот что новороссам на это сказать? Вы все врете? Няша продалась Украине? Вот почему мы говорим о том, что кремлевская пропаганда трещит по швам, а мокрой тряпкой по завравшимся рожам прилетает уже и от своих. Люди боятся. Я же говорю, им уже, наверное, на самом деле все равно. Им бы мир, чтобы войны не было. Что же делать Кремлю в такой невеселой реальности? Вариантов существует много, но в Москве по привычке решают забивать неудобные истории страхом. Ведь когда человек боится за свою жизнь и жизнь своих детей, ему не до политики и не до признаний няши. Очевидцы записали видео с переброской сразу нескольких пусковых установок ракетного комплекса Точка-У. Эти установки едут по направлению к границам народных республик. Мысли лишь об одном, как бы выжить. Собственно, этим и пользуются пропагандисты. Так, например, на прошлой неделе все домохозяйки Ордло боялись из квартиры выйти. Ведь Украина, внимание, при поддержке Турции якобы должна была перейти в наступление. Разделения украинской армии в районе Донбасса приведены в полную боевую готовность и ждут приказа о наступлении. Причем не только на Ордло, но и Россию. Хозяин Белого дома прикажет, бросятся и в наступление. Правда, последний в истории своего недогосударства. Причем, они дату конкретную называли. В офисе Зеленского поговорят о 15 марта, как о дате готовности украинской армии атаковать Донбасс. Но вот наступает обещанная 15 марта, а на улице тишина. В новоросских кабинетах бояре с Бадуна чешут репы и думают, как бы объяснить холопам отсутствие наступления. Но фантазия явно не работает и людям говорят вот это. Киев готовит 17-18 марта вооруженную провокацию на Донбассе. Мол, никакого отбоя. Бойтесь дальше, наступление просто перенесли. А народная, прости господи, милиция вообще по тревоге поднята. По нашим данным, сразу несколько подразделений народной милиции ДНР по всей линии фронта приведены в боевую готовность. Но вот проходит еще три дня, а ВОЗ и ныне там. То есть чудаки сознательно запугивали людей, чтобы потом, как ни в чем не бывало, заявить. Мол, хохлы очень хотели, но в последний момент просто России испугались. То, что анонсировалось различными СМИ на середину марта, не состоялось. Обещание жесткой реакции со стороны России возымело действие. И как же здесь не вспомнить новоросскую народную мудрость? Чем хуже ситуация внутри республик, тем чаще по телевизору наступает Украина. И к подобным вещам можно было бы относиться с улыбкой, если бы не одно «но». Балабольство и запугивание вечно работать не будут. И чтобы держать холопов в страхе, Россия нужна хотя бы локальная, но война. Это, например, танковая колонна в Горловке, которую активно постили пророссийские ресурсы. Конечно, это нарушение Минских соглашений. И от нечего делать такие показательные акции никто бы не устраивал. А если добавить к ним и вот такие приветы от ручных российских военкоров? Военкор Александр Славков указал на военную технику, которая передвигалась по трассе неподалеку от Ростова. «У нас тоже кое-что есть», отметил он в свете последних демонстраций ВСУ. Ситуация выглядит как минимум угрожающей. Ведь не зря же они нагнали техники и круглосуточно кричат о необходимости защитить новороссов, получивших российские паспорта. Одна из причин имеет легальный повод для ввода войск для защиты граждан Российской Федерации. То есть достаточно искры и перемирие будет сорвано окончательно. Такой искрой может стать некая кровавая провокация. Тем более уже были признания боевиков в самообстрелах. «Плодовцы там ездили по городу, шмалялись минометом, потом приписывали молотаукры». А потому, дорогие жители Ордло, призываем вас быть бдительными и осторожными. Но в то же время не поддаваться панике. Ведь ваш страх это то, на чем годами держится русский мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова